Рады видеть вас на канале Круассан. Если вы планируете переехать в Европу и получить гражданство, то вопрос об устройстве на работу будет как никогда актуален, поэтому мы подготовили для вас обзор самых востребованных профессий в Европе. Поскольку европейские города все время развиваются и совершенствуются, специалисты в сфере архитектуры и строительства требуются постоянно. Архитекторы, скульпторы и художники, дизайнеры интерьеров и городского пространства. Но не обязательно иметь высшее образование. Обычные строители и электромонтеры, если они мастера своего дела, без труда найдут место в любом европейском городе, причем скорее всего в стабильном государственном секторе, а не только сезонную работу. Например, в Германии, в таких городах как Мюнхен, Гамбург или Кёльн, строителю нет необходимости знать немецкий язык в совершенстве, достаточно будет азов. Устроившись на работу, можно рассчитывать на зарплату в 2,5-3,5 тысячи евро. Естественно, зарплата зависит от вашей квалификации, а разнорабочий получит примерно в два раза меньше, чем опытный специалист. И это привлекает желающих эмигрировать в Германию на ПМЖ. Больше шансов получить работу у плиточников, каменщиков, маляров и штукатуров. Рабочий день составит 10 часов, переработка оплачивается дополнительно, если оговариваются в трудовом договоре. В Финляндии для строителя знание финского языка желательно, но тоже не принципиально. Местные преимущественно владеют русскими или английскими языками. На строительстве придется проводить 8 часов ежедневно, обеденный перерыв и чай в это время не учитывается. При необходимости выйти на работу в выходной день или за сверхурочные часы производится, естественно, доплата. Строитель новичок можно рассчитывать на 3,5 тысячи евро в месяц. Через два года работы зарплата увеличится на четверть, а спустя 5 лет возрастет наполовину от начальной ставки. Ну а в Польше высоко котируются строительные специальности, такие как арматурщики, плиточники, бетонщики, специалисты по внутренней отделке и сварщики. Работать придется 6 дней в неделю при 10-часовом рабочем дне. Оплата составляет 3 евро в час. А в жаркой Португалии строители требуются также постоянно. Востребованы плотники, сварщики, штукатуры, каменщики. Работать нужно по 8 часов в день. Заработок может достигать 1000 евро в месяц. А знание португальского языка от строителей не требуется. Следующая профессия – это инженер. Весь спектр профессий очень популярен и высоко оплачивается. Европа ждет машиностроителей, электротехников, инженеров космического строительства, робототехники и, конечно, IT-инженеров. По прогнозам футурологов, эта сфера с каждым годом будет только разрастаться, открывая новые возможности специалистам по инженерии. Инженеры находятся в таком же выгодном положении, как и IT-специалисты. За ними постоянно охотятся европейские компании, их перевозят с самыми выгодными условиями, а разговорного английского на первых порах хватает для работы в любой стране. Во Франции, например, единственный способ занять место специалиста в компании – получить приглашение на работу или перевестись из филиала в другой стране, например, из офиса в России. Работодатель компенсирует переезд, оформляет рабочую визу и заключает с вами контракт. Зарплата иностранного специалиста на полной ставке в 2020 году не может быть ниже 2300 евро до вычета налогов. Профильное образование обязательно для этой специальности. Если вы окончили вуз в России, то его лучше подтвердить в одном из университетов в Франции. В Германии же у инженера-механика, инженера-строителя или инженера-технолога перспектива трудоустройства очень хорошая, а зарплаты выше средних. Но она зависит от вашего направления и опыта в этой специальности. Также востребованной профессией является программист. Молодая и быстро растущая отрасль, которая предоставляет уникальные возможности для карьерного роста, программисты, IT-консультанты, специалисты по информационной безопасности, системные архитекторы – все они интересны западным компаниям. От IT-специалистов не требует владения языком страны пребывания, на первых парах достаточно скромного уровня английского, но необходимо умение читать технические описания на нем же. Компании охотно предлагают в сфере IT, дают возможность переезда вместе с семьей, предлагают им выгодные условия работы и достойную заработную плату. Некоторые страны регулируют ввоз высококвалифицированных специалистов на государственном уровне, вводят для них налоговые льготы и другие поощрения. Работники IT-технологий за рубежом получают за свой труд существенно больше российских коллег. В Европе за свой труд программисты получают зарплату порядка 46 500 евро в год, это приблизительно 3900 евро в месяц. Медицинские работники также нуждаются в странах Евросоюза. Хорошие специалисты в этой области востребованы всегда, но речь идет не о врачах общего профиля. Чтобы работать в местной клинике, иностранному доктору придется хорошо выучить язык, подтвердить свою квалификацию. Легче найти работу будет, если вы инфекционист, хирург-онколог, врач-косметолог, эндокринолог, стоматолог и даже патологоанат. Таким специалистам в странах Европы всегда рады. Особых требований к знанию языка нет, достаточно хорошего английского. Не менее востребованы вакансии медсестр. На эту работу вам предложат только если вы уже официально переехали в страну. Искать работу за рубежом можно с помощью специальных сайтов в интернете, через объявления в газетах, обратившись в агентство по трудоустройству или воспользовавшись рекомендациями знакомых. Есть такой европейский парадокс. Здесь не обязательно быть выдающимся специалистом в своей области. Часто достаточно быть просто работоспособным и ответственным человеком. А вот уметь постоянно развиваться, совершенствоваться и добиваться своих целей – это обязательное условие для человека, который хочет найти хорошую работу за границей. Если было интересно и занимательно, то поставить лайк желательно, а также подписаться на канал, чтобы быть в курсе новых видео. Круассан – много вкусного контента.